Многим, кто впервые оказался в Амурске, бросается в глаза большое количество бездомных животных. Увидеть бегающего по центральным улицам в поисках еды грязного и больного пса становится нормой. Для всех желающих познакомиться с деятельностью приюта «Дай лапу друг» для бездомных животных состоялся день открытых дверей. Эта некоммерческая организация состоит всего из 10 волонтеров, которые практически за свой счет, своими силами, забирают бездомных бедняжек, откармливают, лечат, проводят необходимые операции. Этим людям нужна помощь, не обязательно финансовая, нужны руки, продукты. Именно для этого приют провел день открытых дверей. Пришедшие познакомились с деятельностью приюта, увидели его питомцев. Самое главное, конечно, хотим обратиться ко всем, кто нам помогает. Выразить большую-большую, огромную благодарность от души и от нас человеческой, и от наших питомцев хвостатых. В первую очередь Марине Викторовне, нашему врачу, ветеринару. Это вообще большое спасибо, что это единственная клиника в городе, которая нас принимает в нерабочее время, потому что все остальные работают только в рабочее. В выходные дни принимает, сделала более 100 операций, вы сами понимаете, да, в среднем 6 щенков умножить на 2 раза в год, это сколько бы уже щенков по городу рождалось, да. Она помогает во всем. Операции она делает только за сумму препарата, то есть не заполнивая сумму. Да, она идет нам на уступки, и меньше 100 умнож. Уже с нами вот 20 с лишним года, вообще большое-большое есть спасибо. Животные ведут себя по-разному. Кто-то бесперестанно лает, кто-то спит и не обращает никакого внимания на всю суету. Кто-то молча наблюдает за людьми, будто сам выбирает себе будущего хозяина. Запомнилась одна собачка, которая так хотела посмотреть на пришедших людей, что умудрялась подпрыгивать выше забора. Безусловно, бросается в глаза, не поддающаяся никакому сомнению, искренняя любовь сотрудников приюта к своим подопечным. Очень хочется надеяться на то, что, несмотря на это, многие питомцы покинут эти уютные стены и найдут любящих хозяев. Вот эта майя, она символизирует склонность человека к непрерывному движению. Эта девочка именно такая, активная, очень ласковая и газа. Во время прогулки, куда не повернешься, везде она. Оббежит с любой стороны, лишь бы попасться вам на глаза. Подлезь под руки для обниманий и ласканий и постараться подпрыгнуть, чтобы поцеловаться. Если вам не хватает тепла и тактильного контакта, майя – ваша собачка. С ней никогда не заскучаете, она всегда поднимет вам настроение, а с удовольствием будет жить в семье любого состава. Условие только одно – разрешите ей любить вас и любите ее. Майя отлично ладит с детьми, несмотря на то, что она пережила. С улицы Пионерской ее отбили от ребят, которые издевались над ней, и перевели в приют. Собачка молодая, 7-8 месяцев, размер средне-миниатюрный, стерилизована в июне. А этот потрясающий пес, с неподетскими наивными глазами и доброй, позитивной энергетикой, жил в доме. Хозяева отпускали его без присмотра на улице, когда уходили. Но после жалоб соседей его просто вывезли на пустырь и привязали, где он просидел около недели, пока волонтеры не узнали про это и не забрали в приют. Кавказец с достаточно крупных габаритов, хороший охранник, знает свою работу на отлично. Будет настоящим сторожем для загородного дома и участка. Несмотря на грозную внешность, для своих людей добрейшее и милое создание. Очень ласковый, общительный, прекрасный компаньон и преданный друг. Знает условия квартирного проживания, а также будет хорошо себя чувствовать в загородном доме с проживанием в вольере на территории участка, которое будет с удовольствием охранять. Его грозный бас навсегда отпугнет непрошенных гостей. Шотландский полководец Джейм Дуглас сказал, «Лучшее, что есть у человека, это собака. Если бы только люди могли любить, как собаки, мир стал бы раем». Этот щенок – самое яркое тому подтверждение. Его подбросили в коробки к стенам приюта. Но лежал и судорожно тряс головой, когда его отнесли в ветлечебницу. Врач вспомнил щенка. Хозяева принесли его с ушибом головы, прищемили дверью. И выписали лечение. Видно, что люди наигрались, натискались. И все дали понимание того, что это живое существо, и им нужно заниматься, исчезло. Люди должны понять, что собаки просто так не появляются на улице. Сам человек выгоняет, предает животное, которое может подарить теплоту и радость. Гости приюта получили возможность оказать посильную помощь бездомным животным. В финале дня открытых дверей образовалась гора кормов и игрушек для собак.